В Казани Татарстанский АЗС подозревает в ценовом сговоре. Поводом для проверки ФА стали многочисленные жалобы от жителей республики о резком повышении цен на бензин. В Барнаульском зоопарке тигр напал на школьницу. По словам очевидцев, 13-летняя девочка вместе с подругой дразнили хищника, стучав по клетке. Павел Астахов обвинил учительницу из набежных челнов в профнепригодности. Напомним, педагог привязал ученика скотчем к стулу, чтобы успокоить его. Видео стало поводом для проверки. В Казани почти 5,5 тысяч человек признаны безработными. Тем временем на каждого безработного приходится по две открытые вакансии рабочих специальностей. Юниоры Акбарса выиграли первенство России. На пути к победе казанцы обыграли всех своих соперников. Татарстанские школьники триумфально выступили на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады по химии. Весомый вклад в успех сборной Татарстана внес КФО. Школьники проходили подготовку на базе химического института имени Бутлерова. Также победителями Олимпиады стали три учащихся IT-лицея КФО. В Казани объединяет татар по всему миру тотальным диктантом. Проект всемирный контрольный по татарскому языку разработали программисты и филологи Казанского федерального. Диктант запланирован на 23 апреля. КФО посетили представители посольства Великобритании в Российской Федерации. В ходе встречи с руководством ВУЗа гости подвели итоги сотрудничества британских ВУЗов с Казанским федеральным, а также обсудили возможные совместные проекты.